Всем тихой ночи. Вернёмся к такой довольно интересной теме, как пропавшие с сайта SCP объекты. Сайт SCP существует уже более 16 лет на сегодня, и за это время на нём многое изменилось. И не только в ту сторону, что появилось более 7000 новых объектов и десятки тысяч рассказов, но и изменились или даже пропали некоторые старые объекты. О таких немного и поговорим. Сейчас номер SCP-1926 занимает объект, представляющий собой аномальную игровую приставку и относящийся к организации мира SCP-Arcadia, про которые видео уже есть на канале. Но большинство стражилов сайта привыкли видеть на месте SCP-1960 совершенно другой объект. Причём объект довольно популярный. По нему нарисовано несколько десятков рисунков. Люди делали игрушки на его основе, лепили фигурки, создавали анимации. В общем, нельзя было сказать, что объект никому не нужен. Под номером 1926 раньше была группа из подвижных игрушек, способных размножаться с прикосновением пуговиц, имеющихся на их плюшевых телах. На большинстве из них нашита бирка с надписью о том, что эти милые существа называются Тихони, и они призваны защищать нас. И только на одном из них, самом маленьком, надпись была другая, гласящая, что он не смог нас защитить. Довольно милый объект на содержании фонда SCP, с небольшой ноткой крепоты. В самом конце. Ведь непонятно, от чего они должны нас защитить, и от чего защитить не смогли. Почему же он пропал с сайта? Ведь у страницы объекта был высокий рейтинг. Да и вообще он всем нравился. Оказалось, что такие игрушки с точно таким же описанием уже существовали до сайта SCP. То есть создатели статьи даже не придумали ничего нового, а просто скопировали описание уже существовавшей игрушки, что считается плагиатом и запрещено правилами SCP. Автора было решено забанить, а его статью удалить. Вроде бы решение логичное, если бы не один момент. Дело в том, что оригинальный автор игрушки, ее описание оказался совсем не против того, чтобы статья была на сайте SCP, и просил указать его, точнее ее как автора. И после этого сообщения вроде бы логично было бы статью оставить, но обсуждение решило иначе. В итоге статья была удалена, что теперь выглядит максимально спорно. Тем более, что вокруг объекта начал развиваться свой небольшой лор. К примеру, можно найти рассказ, из которого видно, что маленьких существ создает некая слепая старая женщина, которая хочет таким образом передать миру часть своей заботы. Что ж, может фонд SCP просто уничтожил этот объект, а чтобы его камера не пустовала, принес туда то аномальную игровую приставку. Из раннего SCP до нас не дошло огромное множество объектов. Среди них даже первый из класса Аполлеон, SCP-927. А еще есть такой факт, что класс Аполлеон был в самом изначальном SCP. Объект рассказывал о событии некой временной утечки, после которой в базовой реальности SCP появился странный объект, поглощающий свет. Все, что было известно о нем, это то, что это какой-то хитроумный механизм, возможно из будущего или параллельного мира. И если его потревожить, он может стать черной дырой и разрушить планету Земля. Объект этот был связан с SCP-019, представлявшим собой существо в форме человека, но из неизвестного светящегося прозрачного вещества, через которое можно было разглядеть человеческий скелет внутри. Монстр частично разумен и крайне агрессивен, а также похоже стремится достичь SCP-927. В общем, тут у нас еще одна пара объектов, которые ни в коем случае нельзя объединять. Похоже, такое вообще и любили в раннем SCP. Что-то такое было в изначальной версии SCP-002, о чем тоже было видео. Однако эти два объекта в итоге не понравились сообществу, они получили очень низкий рейтинг и их удалили с сайта. Тут уже нет какой-то сложной ситуации. Текст объекта действительно не очень, а сама концепция штуки, которая может случайно уничтожить планету, никому не нравилась уже тогда. А может быть дело в том, что объект этот был крайне опасен и был уничтожен фондом SCP, после чего его номер был присвоен другой аномалии. Сейчас вот даже есть такая мета-шутка о том, что фонд на самом деле знает, что в нашем мире объекты с низким рейтингом удаляются с сайта SCP, а потому когда хочет от чего-то избавиться, пишет документы крайне низкого качества. Сейчас под номером SCP-927 хранится целый дом, внутри которого лежит два мертвых тела. Аномального в нем то, что в здании живут микроорганизмы неизвестного вида. которые непонятным образом препятствуют разрушению дома и разложению тел. Кроме того, эти организмы в случае попадания в новое помещение могут воссоздать обстановку исходного дома, что совсем уж странно. Объект, конечно, необычный, но уж точно более безопасный, чем первый Аполеон. Вот даже странно, что некоторые статьи просто удаляют. Вроде бы творческие люди могли бы придумать что-то поинтереснее. Как, например, было с SCP-048. Этот SCP-объект представляет собой проклятый номер, под которым ни один предмет, хранимый фондом, не может продержаться на хранении достаточно долго. Помещенные в камеру содержания с таким номером объекты разрушаются, пропадают или сбегают, если на это, конечно, способны. И главное, что это происходит в любом случае. Какие бы серьезные меры охраны фонда SCP не предпринимал, внутри мира SCP это особенно никак не объясняется. Но смысл этого объекта несколько в другом. Дело в том, что в разное время на роль SCP-48 претендовало множество объектов, но все из них по разным причинам были удалены. Самый первый 48-й объект появился еще до сайта SCP, в те времена, когда объекты фонда были страшными историями на Афучане. И тогда он описывал разумную собаку, которая умела разговаривать и имела человеческие черты морды. Собака эта называла себя Джо и была чем-то похожа на человека. Она отказывалась делиться информацией о себе. Однако ученые фонда заметили, что если он упоет алкоголем, становилась разговорчивей. У этого, правда, был один побочный эффект. Животное приобретало огромную силу и крайне агрессивный характер. Существо становилось настолько опасным, что его содержание стало проблемой даже для фонда SCP. Объект не сказать, что бы совсем плохой, но определенно шуточный. Для АЛО фонда сойдет. Там, в конце концов, говорящая собака играет в покер, пьет пиво и реагирует на шутки про мамку. Но тогда, в январе 2008-го, идея о том, что SCP могут быть смешными, похоже, еще не оформилась. И статью удалили. Но в самом объекте много внимания уделяется тому, что Джо постоянно пытается убежать. Вот он, видимо, и убежал. После удаления сразу несколько авторов попытались написать статью на замену. Появляется объект Край Сумерек, Нормализатор и Ожерелье Жадности. Тексты этих объектов до нас не дошли, потому что все их почти сразу удалил Кондраке. Так как решил, что они написаны очень плохо. Причем делал он это так быстро, что содержимое этих объектов даже не сохранилось на сайте Wayback Machine. И теперь, что это были за объекты, и какими удивительными свойствами обладали, мы не знаем. И вот, посмотрев на этот цирк, доктор Клеф написал нынешнюю статью. Суть которой в том, что 48-й номер проклят, и никакие объекты не должны иметь такой номер. Потому что все вещи, получившие такой номер, фонд рано или поздно теряет. Действие Кондраки тут, конечно, выглядит как-то сомнительно. Но Клеф нашел просто гениальный способ положить конец происходящей драме. Если бы что-то похожее делали для каждого удаленного объекта, сайт SCP определенно был бы лучше. И, наконец, посмотрим, наверное, на самый крупный и нашумевший случай с попыткой удалить важный для лора и всего фандома объект. Речь идет об изначальной версии SCP-232. Версии, которая появилась на анонимных бордах еще до создания сайта SCP. Более того, изначальный 232-й объект появился в том же трейде, что и самый первый SCP. Тот, что SCP-173. Так что минимум для истории сайта штука важная. В оригинальном документе говорилось, что эта аномалия была доставлена в Зону-19 с места раскопок шумерской цивилизации. И представляла собой статую богини и решки Гали. В оригинальной мифологии это мрачная царица подземного мира и смерти. Суровее некуда. Ученые SCP установили, что когда рядом с этой статуей присутствуют тени, люди могут ощутить, что их кожа касается когти. А если тени достаточно темные, то когти эти начинают царапать людей, иногда нанося серьезные раны. При этом вытекающая кровь моментально пропадает, как бы поглощаемая зловещей фигурой. Объект действительно неплохой. Достаточно страшный и сам по себе от него так и веет темной мистикой. Ведь его можно связать с мифологией настоящей шумерской богини, управлявшей загробным миром. Что же, наверное, если зайти на нынешний сайт SCP? Про этот объект наверняка уже есть много всего интересного. А нет, объект был удален, а теперь тут какой-то атомный пистолет Джека Протона, влияющий на разум человека, держащего его в руках. Жертва воздействия объекта со временем начинает вести себя как герой бульварной фантастики. Как же так вышло, что действительно интересный объект заменили на что-то откровенно унылое? До 2011 статья про древнюю богиню спокойно существовала на сайте SCP. Пока какой-то гений не заявил, что непонятно, почему объект является кеттером, а также пожаловался на то, что протоколы содержания написаны как-то не так. На удивление, это замечание имело последствия. Началось поначалу обычное обсуждение, а затем и небольшая драма. Одни требовали изменить класс объекта на Евклид, другие говорили, что текст надо полностью переписать. Вторые победили, и вскоре вышла новая версия статьи. В ней было больше того самого документального языка, и класс все же измененный Евклид. Вроде бы теперь комментаторам жаловаться было не на что. Однако измененная версия объекта людям не приглянулась, и за несколько месяцев статья набрала множество отрицательных голосов, став в какой-то момент текстом с самым низким рейтингом на сайте. Так что в итоге объект пропал из основного пространства. Но в данном случае такой важный объект все же не стали удалять насовсем. Теперь эта статуя имеет архивный номер, и в принципе можно считать, что сама по себе аномалия была устранена фондом SCP, а документы сданы в архив. Вообще тема старого SCP настолько большая, что если бороться на сайте, можно сделать еще несколько подобных видео. И ведь есть какое-то свое очарование у этих всплывших из глубин анонимного интернета текстов. В них нет графомании, нет пафоса, нет попытки автора нравиться читателю, а есть только таинственность в чистом виде. То за счет чего ранее SCP стал популярен изначально. Всем пока!